Байдарки Координировал это действие плод символикой города и компании. За его маршрутом наблюдали с берега. Виктория Грабчак сама дала добро своей дочери на участие в таком запоминающемся плавании. Мой ребенок сейчас под флагом Российской Федерации совершает круиз по Долговому озеру. Очень счастливы, прекрасное настроение у всех. Ну и здоровья всем желаем. Посмотрите, сколько людей, сколько улыбающихся лиц. Просто превосходное. Ждем еще авиашоу, погодка немножко, но нам она не вредит. Даже если нет солнца, то видите, я как бы совершенно по-летнему одета и абсолютно счастлива. С восьми утра приезжаем и везде все нравится. Везде уже побыли и мордочки разукрасили. Вчера на стадионе мы на лужайке полежали. И танцуем, и пляшем. Отдыхается очень классно. Положительных эмоций, правда, очень много. Мне понравилось больше вчера, что мы лица разукрашивали. Несмотря на погоду, мы подождем смотрели концерт. Мы потом ушли. Мне очень все понравилось. В 15.00 дан старт байдарочникам. Порядка 80 человек соревновались за право стать первыми. И хотя не всем это удавалось, настроение у всех оставалось на высоте. Настроение отличное. Ветер дует. Байдарку сносит. Ну, очень здорово. Прямо впечатления обалденные. Просто очень хорошо. Финишировали третьим. Ну, это тоже очень хорошо. В своей тройке, да, мы были третьи. Да. Главное участие. Главное участие, правильно. Просто силы придавало, не знаю что. Нам все очень понравилось, начиная со вчерашнего дня. Были очень отличные мероприятия. Мы сами участвовали в торжественном шествии на Ленинском проспекте. Концерты. Все было очень здорово. Здесь и ветер, и течение тоже уносит. Все. Ну, просто эмоции зашкаливают. Просто на Байдарке. Уже давно по Норильску путешествуем. Очень здорово. В общем, всем советую. Впечатления моря. И основном положительные. Хоть и мокрые сегодня, но погода быть позволяет. Замечательный праздник. Все очень здорово организовано. Нам очень нравится. Да, спасибо огромное, что город дал такую возможность и поучаствовать, и показать себя, и посмотреть на окружающих. В общем, все здорово. Настроение радостное. Несмотря на погоду, все нравится. Вот мы сейчас ждем своей очереди, хотим покатиться на море. Тяжело. Ветер сносит и контролирует тяжелое течение. Руки болят. Бестор раскрутилась и крутилась по дороге. Я не мог управлять толком. Из-за этого как бы очень много времени потерял. По целу, неплохо. Настроение идеальное. Праздник интересный. Там люди так стараются, их чечением сносят. Обидно за них. За кого болеешь? Ну, за вторую лодку. За вторую лодку, да? А как команда называется, не знаешь? Нет. Но было вот хорошо. Сегодня все отлично. Правда, никогда же у нас такого не было еще в Норильске. Для этого представления сейчас наших самолетов как ждем. И дождались. В самый разгар заплыва байдарочников люди услышали в небе характерный гул. Представление началось. Сейчас в небе над озером долгое. Началось самое долгожданное для норильчан авиапредставление. В небе летает пять самолетов. Кстати, это единственная в России пилотажная группа, которая летает на поршневых самолетах. И в их команде единственная женщина-пилот. Первый полет. Так называется пилотажная группа, которая прибыла в Норильск из Сургута. Единственная в России, летающая на самолетах с поршневыми двигателями. История группы берет свое начало в 2009 году, когда два пилота, Роман Овчинников и Дмитрий Самохвалов, стали осваивать групповые полеты на самолетах Як-52. В 2011 году в группе появилась новая машина Як-54. И к пилотам присоединилась женщина Ирина Маркова. Хвостовой ведомый. Мастер спорта СССР. Единственная женщина в России. Участник пилотажной группы. За время своего существования команда прошла путь спортивного и художественного становления. Сейчас первый полет обладает собственным, узнаваемым стилем и признан как уникальная пилотажная группа с разнообразным парком самолетов. Молодым и перспективным летным составом. В их репертуаре фигуры высшего пилотажа. Бочки, косички, синхронная петля Нестерова, или как ее называют в народе «мертвая петля», перевернутый полет. Все это норильчане смогли увидеть в родном городе. Настолько дух захватывает, адреналина столько, что аж внутри все опускается, поднимается. Вообще кайф классно. Здорово такой праздник. Вообще всех с праздником норильчане! Такие необычные полеты, фигуры высшего пилотажа. На самом деле очень много мероприятий сейчас проходят в норильске, это и байдарки, и на стадионе очень много всяких спортивных состязаний. И на самом деле хочется разорваться, но не получается быть и там, и там, и там. Конечно, безумно интересно. Хотелось бы такое каждый год. Нам Женя очень понравилось. Такие все выкрутасы, самолеты прикольные. Особенно, когда он всякие эти делал. Петлю. Петлю мертвую пытался сделать. И у него получилось и не один раз. И та вот тетика еще так делала. Прикольно. Вверх, потом вниз, вверх, вниз опять. Да. Дружная атмосфера. Тем более не только сегодня и вчера. И вообще все эти дни, все три дня. Большое спасибо всем организаторам. Мы в восторге. Праздник, он всегда для соборности. Наш русский человек, он такой соборный. Хочется быть вместе. И мы ищем любой повод, любой предлог. Ну а какой праздник без угощений? В течение всего дня здесь же надолгом празднующие за символическую цену смогли отведать одно из самых любимых норильчанами блюд – шашлык. Очередь растянулась на несколько десятков метров. Шашлычники едва поспевали жарить мясо и подавать гостям. Аппетит великолепный, кушают очень хорошо. Много шашлыка сегодня съели, уже заканчивается. Последний буквально там пара решеток осталось. Молодцы. Норильчане в свою очередь высоко оценили труд людей за мангалами и рецептуру, по которой приготовлено мясо. Вкусно? Очень даже. Настроение хорошее. Замечательно. Спасибо, конечно, организаторам за этот праздник. Очень замечательно. Ну немножко, конечно, пришлось в очереди постоять, но так все хорошо. Угощение очень хорошее. Если бы это было почаще и каждый год, это бы было очень замечательно. А авиашоу вообще надо делать ежедневно. Каждый готовит по-своему. Тут готовят, ну тоже вкусно, есть можно. Да и сами когда готовим, тоже вкусно. С каждого своя маринад и каждый по-своему готовит. Майонезика не хватает. Очень вкусно все. Ой, отлично вообще. Хотя, конечно, погод подвела, но все равно народ радостный. Это самолеты, это было нечто. Вообще, очень потрясающе прошел праздник День Металлурга, День города. И я тут такая... Шашлыки уже отведали. Да, мы уже покушали баварские сосисочки и шашлыки. Нам очень понравилось. Очень вкусненько, правда, готовили. Прям потрясающе. Рецепт не просили? Нет, мы рецепт не просили. У нас есть свой фирменный семейный рецепт. За этот день норильчане съели 4,5 тысячи шашлыков, 4 тысячи баварских колбасок, 3 тысячи порций плова и выпили 3 тысячи литров лимонада. Только в Центральном районе праздничные мероприятия посетили порядка 12 тысяч человек. А во всем НПР эта цифра превысила 17 тысяч празднующих. Как отмечают сами горожане, праздник в этом году получился на славу. Даже сравнить не ищем. Продолжение следует...